Наши предки Между каретой и современным автомобилем Множество научных достижений и открытий Которые невозможно было бы воплотить в жизнь без нефтищины Там, где теперь суша, были моря и океаны Их населяли разнообразные растительные и животные организмы Отжив свой век, они опускались на дно Подводное кладбище стало гигантской лабораторией природы Принялись за работу бактерии, разлагая органические остатки Под тяжестью новых пластов дно моря прогибалось В глубинах недр завершалось превращение органических веществ в нефть и газ В поисках выхода Газ поднимался вверх Сила его огромна Она дана ему еще со дня рождения Прокравшись по трещинам под руслом реки Невидимый великан вдруг вырвался на волю После миллионов лет подземного заточения Выходит, что газ появился благодаря жизни Теперь газ сам дает жизнь многим вещам У этой машины не только обувь, но и весь кузов сделан из газа В производстве автомобильных кузовов Пластмассы становятся серьезным соперником листовой стали Сколько сегодня в автомобиле химии? 40-50% достигает уже Смотрите, шина Не поедет без шины никуда Сиденье, обивка, окраска Фара уже не стекло Фара уже поликарбонаты Бампера Это уже полипропилен Модифицированный И так далее, и так далее, и так далее Да что там автомобили Почти все, чем мы пользуемся в обиходе В той или иной степени продукты нефтифильные Это мой костюм, это мой галстук Это моя обувь, это все Стол Покрытие Полимерное То же самое кресло Окна, двери, стены Из синтетических материалов можно сделать почти все, что нужно человеку в его обыденной жизни Такая кухня, мечта каждой хозяйки Здесь все столы и шкафы покрыты пластмассой Посуда из пластиков не только не бьется, не только красиво Но и намного дешевле Если бы все эти вещи вдруг исчезли из нашей жизни Мир, наверное, стал бы похож на комнату Из которой кто-то внезапно вывелись всю мебель Газ, из газа делается газ И что можно из него? И вот это мы ее назвали дерево метанола Что из него можно? То есть практически все продукты, пластмассы Значит, ну подпись, когда плоды рассозреют Мы живем при социализме И система народного хозяйства у нас плановая Это значит, что все отрасли экономики Мы стараемся развивать гармонично В четком взаимодействии друг с другом Вообще в СССР было построено 8 газоперерабатывающих заводов Разбросанных по территории всей Западной Сибири В местах промыслов в основном И сейчас 6 из них входят в состав современного Сибура Прощай 1994 Здравствуй 1995 год С праздником вас, друзья С новым 1995 годом В 1995 году специальным постановлением правительства Российской Федерации Была создана новая нефтегазоперерабатывающая компания Сибур Сибур был зарегистрирован 15 лет назад здесь, в городе Нижневартовск И его первым юридическим адресом был как раз тот офис, где мы сегодня проводили управление Потом появился офис в Москве И Сибур переехал из Нижневартовска в Москву А что представляет из себя сегодня компания Сибур? Крупнейшей нефтехимической компанией в России в 2010 году Исполняется 15 лет Здравствуйте, скажите, а что означает логотип Сибура? Ой, очевидно же, это флакон духов Причем моих любимых Духов? 20 век изменил картину в нефтехимической отрасли Было изобретено множество революционных материалов Целлофан, тефлон, нейлон и множество других Даже дорогу теперь открывает продукт нефтехимии Ну а пластические массы Это не только комфорт и уют Из них делают игрушки И посерьезнее Чиполина Без пластических масс невозможно радио, телевидение Вся современная автоматика и телемеханика Такие детали легки, как дерево И прочны, как сталь Развитие нефтехимической отрасли В 20 веке подхлестнули войны Шах А что все-таки означает логотип Сибура? Мне это напоминает коня Ну что ж, и коня тоже Сибур назывался Сибирско-Уральская газонефтехимическая компания В силу длины непроизносимости названия Была урезана до первых слогов, первых двух слов Сибур Маша Да, Майор Послушайте, скажите, что все-таки означает логотип Сибура? Я думаю, что похоже все же шайба Шайба Ладно, значит Проверим Так что химия, листочек, видишь, что-то здесь совместились на рисунке Сберегая природу Вот так может ее трактовать Как успеете? В 2009 году стали чемпионами среди команд на наших заводах Можно попробовать? Да, конечно После распада Советского Союза резко возросли тарифы на электроэнергию и перевозки Снизилась добыча нефти и газа Нефтехимические предприятия остались без сырья Вся промышленность была на грани краха После того, как развалился Советский Союз Собственно говоря, эта отрасль осталась без присмотра 1994, 1995, 1996 год были самыми низкими точками производства нефтехимии в то время В истории современной России И учитывая, что были разворованы технологические связи между предприятиями От сырья до выпуска продукции, все И транспорт, в общем, все было разрегулировано Я ее назвал, этот период ведерной технологией Когда бегали кому-кому, там ведро достанет сырья и бегает все Посчитали, сколько нужно денег для того, чтобы реанимировать Нефтехимическую промышленность России И мы пришли в то время к цифре в 300 миллиардов долларов Что было абсолютно неподъемное Дубинин, Шеремет, Голдовский, Вяхерев, Лукашев Дмитрий Анатольевич Медведев Нашелся такой инициативный человек по фамилии Голдовский Ему подсказали, что вот нефтехимия – это клондайк Ему самому не справиться И он принял единственное правильное решение Он нашел людей, специалистов, которые помогли ему создать СИБУ Восемь бывших заместителей министров Шесть начальников главков бывших С разных министерств Опытные, грамотные специалисты Которых тогда вот и объединил под своим началом Лукашев Вместе они обратились к руководству Газпрома И надо добрым словом вспомнить Рема Ивановича Вяхерева Который выслушал их внимательно и сказал Ну, вы знаете, я вам не верю Но для того, чтобы убедиться в том, что я не прав Я вам продам немного сырья, а вы покажи Они действительно сделали Потом пришли и сказали Вот смотрите, было шеф-элуру Шеф-элуру, а вот теперь Вот полимеры, вот каучук Рема Иванович, мы состоятельные люди И поэтому, когда мы собрали все сырье И пришли, и смогли его покупать и предлагать заводам Поэтому к нам, помимо тех немногочисленных заводов Которые были в Сибуре Сибур владел акциями Еще примерно 70% было просто с удовольствием К нам пришли работать Очень резкий рост Из 6-9 предприятий, которые входили в Сибур К тому моменту Рост до 40 А пока, по большому счету, все, что попадалось Все подряд покупали В 90-е годы здесь был такой момент Когда казалось, все, надо было менять работу И искать другое место И вдруг появилась компания Сибур И было принято решение строительства этого нового завода Стройка разворачивалась очень быстро И дела шли быстро в гору И сегодня вот это производство огромной работы Выдает продукцию Нельзя сказать, что дела у Сибура С самого начала шли гладко После активной фазы консолидации активов В начале 2000-х Сибур переживает болезнь роста Управленческий и финансовый кризис Тяжелый момент, но важный Это период, когда все это купили Этим нужно было управлять и интегрировать Совпало с очень крупным Нефтехимическим спадом Спадом нефтехимической отрасли С начала 2000-х годов Плюс краткосрочные займы Плюс невозможность все быстро В одну операционную систему включить По сути там значить и конфликт с акционерами Предыдущая команда менеджмента Которая пыталась каким-то образом Изменить принципы своих взаимоотношений с группой Газпром Попытки вывода активов Обвинения, уголовные дела Одновременно реальное банкротство Неинтеграция предприятий И достаточно такая разношерстная неприятная картина На начало 2000-х годов Новая команда менеджеров Пришедшая в 2003-2004 годах Взялась наводить порядок И любое наведение порядка Ущемляет интересы тех, кому беспорядок выгоден Окончанием этого периода является конец 2005-го года Когда компания стабилизировалась в своих отношениях с акционерами Собрала все активы в одном месте В новой компании Сибурхолдинг Реструктурировала свою задолженность перед Газпромом И появилась какая-то база понимания, что будущего компания есть Начал издумчивый подход к каждому проекту Более серьезно, более обдуманно Ну и здесь уже сказалось, наверное, влияние Газпрома Более серьезное Влияние Газпрома и более серьезный контроль за своей дочкой У Сибура словно открылось второе дыхание Команда формировалась, команда менялась Был Скворцов, потом Мазепин И только с приходом, наверное, Александра Ильича Дюкова Ситуация кардинально изменилась Потом появился Конов Практически это продолжение стратегии, которую Дюков заложил Вот уже новые стратегии Конов просто продолжил ее Я считаю, что не только продолжил, но и прекрасно развил То есть нефтехимии легче выживать, когда она представляет собой целую систему Чем поодиночке Да, и в чем была беда 90-х годов В том, что сырьевой базой пользовались все, кому не лень И пользовались не с целью дальнейших переделов И получения готовой продукции, с которой можно было выйти потребителю А просто задешево это сырье продавали за границу Надо все-таки перерабатывать, а не экспортировать сырье Понимаешь? Она была первой компанией И есть одна из первых и единственных, может быть, даже такой цельной компании Которая может быть в узком фрагменте Но она, так сказать, пронизана все от скважины до прилавка Это действительно то, чем можно гордиться И поэтому главный наш аргумент или козырь Пожалуйста, поезжайте на наше предприятие Посмотрите, какие мы делаем проекты Мы все можем показать Так что наше путешествие обещает быть долгим и приятным Во многом благодаря изобретениям нефтехимии Перемены, которые произошли за эти 15 лет Особенно наглядно видны в Твери На территории предприятия химического волокна Которые существуют здесь с давних времен Вот так выглядит сейчас цеха Которые к Сибуру отношения не имеют А вот так теперь выглядит цеха того же самого предприятия Которые стали частью холдинга Здесь теперь расположено производство Первое в России производство полиэтилен-терифталата Еще один продукт нефтехимии В общем-то необходимый каждому Сырье, из которого делают упаковку для пищевых продуктов Ну, например, пластиковые бутылки для газированной воды Раньше весь полиэтилен-терифталат ввозился из-за границы Но Сибурс умел наладить производство этого продукта То есть есть результаты и есть чем похвастаться Мы находимся в цеху БК-5 завода Тольятти Каучук Сюда к нам поступают мономеры с предприятия Сибура Здесь они вступают в реакцию полимеризации Из нашего полимера далее выделяют бутилка Каучук В 2009 году уже в третий раз партии Каучуков трех видов, выпускаемых на нашем заводе Были аттестованы в качестве государственного стандартного образца пласта эластических свойств В том числе и бутилка Каучук Работа в составе вертикально интегрированного холдинга Позволяет планировать деятельность на более длительный период, на более длительный срок И горизонт планирования он более далек Работники предприятия имеют возможность брать все позитивное, все положительное, все эффективное, все передовое, что работает на предприятиях нашей компании Я в Томске, на одном из предприятий холдинга Сибур Лидера нефтехимической отрасли России Товарищ, на территории нашего предприятия в обычной одежде находиться нельзя Что делать будем? Давайте натянем просто А шлем? Ну в этой штуке далеко не убежишь Ну это правильно, потому что этот костюм служит для выполнения аварийно-спасательных работ повышенной опасности В повседневной жизни он не используется А я вот заметил, что у нас у спасателей есть еще один обязательный элемент Усы И между прочим, все, что на мне надето, это тоже продукты нефтехимии Опускайте, мужики, хорош Так что, что производит предприятие? Мы получаем углеводородное сырье с других предприятий Сибура На свое производство пиролиза Там делим его на отдельные фракции И потом отправляем на полимеризацию Где уже получается конечный целевый продукт полиэтилен и полипропилен Еще вчера мы в основном доставляли россыпью И клиент должен был руками выгружать это из машин, вагонов и так далее Сегодня современный способ доставки полеты Это то самое небольшое изменение, улучшение Которое свидетельствует о том, что мы начинаем все больше внимания уделять конечному потребителю Мы научились гораздо быстрее других, как мне кажется, доводить начатое до конца Логические вещи, которые задумываются на первом этапе как слабореализуемые Потом превращаются в совершенно конкретные мероприятия В совершенно конкретные успехи, которые можно измерить и деньгами, и непосредственно активами А вообще здесь многое изменилось с тех пор, как завод стал частью Сибура? Да, очень много Даже, я же не говорю, что изменилось материальное многое оснащение Меняется отношение работников к саму Сибуру Если первые соцопросы были, и лично я даже воспринимал Сибуру что-то далекое и так далее То теперь это все гораздо стало ближе И присутствие Сибура ощущается уже везде И контингент, и люди понимают, что без Сибура, в принципе, обществу, наверное, о том с нефтехиму не жить Вот эти гранулы еще недавно были попутным нефтяным газом Посмотрим, во что их можно превратить Пленка Прекрасная пленка, я считаю Если на ней одна марашка, то это не страшно Но вы, как положенного ТК, придираетесь к любой мелочи Нет, мы не придираемся Мы же должны угодить потребителю Мы же не должны ему, лишь бы впарить свой продукт При этом, чтобы он был плохого качества Ну это, по-моему, одно и то же Итак, полиэтилен Сорт высший Соответствует требованиям ГОСТ Годен для использования по назначению Сибур в некоторой мере, только в последние несколько лет Начал приобретать облик глобального игрока И проявление той стратегии, которая была задумана в 95-м году Она начинает только-только реализовываться Но грянул 2008 год Кризис При вхождении кризиса все недооценили Вся управленческая команда компании не оценила, что может быть А потом, когда уже в кризисе находились Возможно, переоценили, как кризис может на компанию повлиять Несмотря на кризис, инвестиционная программа Сибура не была свернута По большому счету, из кризиса компания достаточно резко выпрыгнула В апреле-майе 2009 года, когда начала возвращаться экономика Когда цены стали подтягиваться вверх И с тех пор там динамика, по сути, помесячно положительная Насколько вам комфортно живется в составе большого холдинга И насколько, в свою очередь, Сибуру удалось стать новой родиной Для огромного числа предприятий, разбросанных по территории всей страны Наше предприятие одно из немногих подобных предприятий, которое работало без остановки Это благодаря именно вхождению в крупный холдинг Который позволил минимизировать риски и проблемы, возникшие в рамках кризиса И на сегодняшний день я не представляю том, с нефтехима отдельным пособленным предприятием Вхождение заводов, входящих в холдинг Сибуру с Кишины в состав Сибура В свое время позволило придать новый импульс их развитию Получить доступ к ресурсу инновационному, технологическому К возможности участвовать в разработке новых видов сырья, каучука и других видов Новые идеи в конце концов формируют новые коллективы людей вокруг себя Друзей, соратников, именно по направлению тому, которому оно выбрало Он выбрал человека Я считаю, что это творчество Это творчество, если так сказать, что еще и мыслей Плюс, конечно, инвестиция, возможность опираться на, в общем-то, и финансовые ресурсы, и управленческие ресурсы Сибурхолдинга Все это очень благотворно сказывается на развитии, на настроении в коллективах Нефтехимия – это все-таки сначала наука, а уже потом производство Вот здесь находится мозговой центр Сибура Это здесь рождаются новые технологии, которые обеспечивают конкурентноспособность компаний Здесь положено ходить в халате и очках На 90 с лишним процентов отраслевая наука Прикладная так называемая наука Кто ее создаст? Кто ее воссоздаст? Только такие крупные центры, холдинги, где можно найти средства для развития науки, научных там проектов, проектных работ Пример – Сибтон за Сибур Давайте начнем нашу экскурсию Хроматография Масс-спектрометрия Да А это зачем? Я просто когда начну переставать понимать, я вас буду останавливать Хорошо Я чувствую себя, как тот счастливый землянин, который наконец встретился с представителем инопланетной цивилизации И старательно кивает головой, делая вид, что он понимает, о чем ему говорят Я постараюсь еще более подробно Вот мы с вами подошли к нашей жемчужине коллекции Это масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой Которая позволяет делать анализ практически всей периодической системы Менделеева Ну, в принципе, все остальное оборудование в этой лаборатории предназначено для глубокой доочистки Дальше мы с вами перейдем Да С точки зрения человека, не посвященного в эти нефтехимические тонкости Все это настоящие чудеса Сибург является катализатором или лицом России сегодня в этом направлении Самое главное, значит, они должны помнить всегда, во имя чего создавалась компания Это одна из важных вещей, которые в компании есть желание обсуждать, возможность обсуждать И, в принципе, способность людей разговаривать друг с другом, слышать других Каким-то образом находить совместные решения, совместные идеи и их образования Сибург не жадничает и делится своими кадрами, посылает свои кадры, которые прошли очень хорошую школу в Сибурге, посылает органы управления Это считается для меня очень хорошим знакомым 15 лет Много это или мало Много, если вспомнить, сколько уже было всего сделано И мало, если учесть все то, что еще предстоит сделать Удивляя партнеров и конкурентов Поехали! Приятно вспомнить, что уже 15 лет прошло, так как будто все было вчера Когда меня часто спрашивают о том, что представляет из себя компания сегодня Один из примеров, который мне хотел привести, это то, что мы не можем найти одного профессионального праздника для себя В компании работают люди, которые занимаются газопереработкой Которые занимаются различными направлениями нефтехимии Которые выпускают шины, которые выпускают минеральные удобрения Также есть люди, которые помогают нам всем это производить Которые перевозят продукцию, которые реализуют эту продукцию Люди, которые занимаются финансами Люди, которые занимаются юридической наукой и какими-то другими направлениями Мы все одна команда людей, которые пытаются индустрию в целом, российскую нефтехимию И нашу компанию, как наиболее яркого и крупного ее представителя, сделать лучше Первое пожелание компании Сибур, чтобы были все те планы, которые она наметила на ближайшие 10 лет И 15, и 30, и 45, и другие на 15 делящиеся числа лет, чтобы она прожила успешно Дальнейшее развитие компании и достижение самых амбициозных целей Сохранить нормальные отношения с партнерами и с теми людьми, с которыми они работают Мы ждем компанию Сибур на фондовой бирже ММВБ с новыми инструментами, которые, безусловно, будут востребованными инвесторами И надеемся в будущем ее видеть в числе лидеров российского фондового рынка Прежде всего, это здоровье всему кадровому составу Сибура И сегодня в Сибуре собран очень хороший кадровый состав Чтобы все работали безопасно, чтобы не было происшествий, чтобы не было пожаров Творческих успехов, достижения намеченных целей Есть один рецепт, если долго мучиться, то что-нибудь получится Планы у нас амбициозные, поэтому если они будут удачно выполнены, то, наверное, мы станем действительно российской компанией мирового уровня Это было бы здорово, и я бы хотел этой компанией в это время работать Быть лидирующей компанией, это нужно именно заниматься в первую очередь людьми Их благосостоянием, их отдыхом, их культурой, и тогда будет все нормально Мы должны успешно работать не только для того, чтобы жили хорошо мы сами, наши близкие Но и для того, чтобы страна, в которой мы живем, наша Россия, действительно заняла тоже достойное место в этом непростом, но очень интересном мире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова